Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй Братья, сестры, доброе утро. Кто подключился? Кто подключается? Ай-яй-яй Всех поздравляю с Пуримом. Да Божественный Пурим Ай-яй-я Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй Католического здравия И православного Оскарда Аллилуйя Да, и еврейского. Аллилуйя. С праздником Хак Пурим Самех. С праздником Хак Пурим Самех. Ой, 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 ой Друзья, поздравляю всех с праздником Пурим Продолжаем празднование Вечером начиналось сегодня утром продолжение Славное продолжение великого сего праздника Победа старая, но она весьма поучительная Две с половиной тысячи лет назад, да, это была победа, великая победа Благодарение Тебе Всевышний Аллилуйя, 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 аллилуйя О, спасибо, Господь, спасибо за доброе утро Классное утро Представьте, да, утро Пурима Утро великого празднества И перечитываем снова и снова, да, в Библии О тех событиях и диву даемся Восхищаемся Назидаемся Веселимся, радуемся Аллилуйя Не журиться, хлопцы, любые хасиды Скоро прийде наш мошиях, будем рады Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, 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 аллилуйя Юрий Михайлович присоединился, вижу, да, шаббат шалом, всем пишет, да Ну, шаббат сегодня вечером будем встречать Хотя тоже, да, хорошо бы, да, заранее уже поздравить У нас Пурим, да, первый день праздника, а шаббат будет, да, вторым днем, вторым днем всего празднества великого, аллилуйя Приветствую, Ольга пишет, доброе утро, дорогие братья и сестры, шалом всем, да, шалом, мир Божий, хак, Пурим, Самеах Есть такое старое, такое доброе еврейское приветствие на праздник Пурим, да, ну, хак, это вообще, значит, хорошо, как бы, да Пурим, Самеах, то есть буквально желаем радостного, да, праздника Пурим Пожелания, или просто хак, Пурим, хак, Пурим, как в той песне, да Или Пурим, или просто желаю радостного до праздника Пурим Так что, да, приходите на Пурим, обо всем поговорим, да, Ольга, с праздником Пурим, да Друзья, да, действительно, да, этот праздник, он особенный вообще в календаре Сегодня полнолуние месяца Адар Именно, да, в полнолуние месяца Адар Бог, да, действительно, заступился за свой народ И это чудо Всевышнего, оно совершено нами, людьми Вот в чем гениальность и вообще удивительное, вот, звучание, удивительное, да, звучание этого праздника Если, допустим, в следующей полнолунии, да, уже будет Пасха Полнолуние первого месяца, да, или Адар, да, или Адар, это все сейчас Это Авиф или Ниссан, Ниссан, в следующем месте Ниссан И там, ну, тоже люди участвовали, конечно, в этом чуде, безусловно, да Что-то сделал Моисей, что-то Аром, что-то евреи все делали, да Но доля нашего человеческого участия в Пасхе была весьма незначительна В процентном отношении, ну, может быть, лишь там 1%, не знаю Ну, может быть, 10%, я не знаю там, как это даже представить Ну, 1%, лучше сказать даже так Я думаю, да, потому что львиная доля, основная доля всего, что на Пасху, на Песах тогда произошло 3333 года тому назад при Моисее Это действительно Божье чудо Настолько это было очевидным, что даже жрецы, оккультно-языческие, вот эти бесовские жрецы Они даже были в шоке Они просто сказали однажды, помните, да, когда дошло дело до песни, до этих До мошек, мошек именно, да Мошкара какая-то, гнус, мошка ядовитая Знаете ли, то они сказали, они не смогли, эти колдуны, все волхвы А ведь египетские колдуны, это была мощь, моща считалась, да, мощь Египетские колдуны, они гордились тем, что они правоприемники Вавилонии, Шумера, Акада Вот того бесовского, там, значит, учения И они считали себя, значит, действительно самыми, по всей земле, самыми крутыми колдунами Но ничего не смогли сделать против пальца Божьего Они сказали, это перст Божий Это перст Божий, даже у них ума хватило, да Бокертов, Хакпурим, Самех, Леонид пишет, да, Аллилуйя Бокертов, Мазалтов Хакпурим, Хакпурим, Аллилуйя, да Валентина, с праздником Пурим, всех детей Божьих, здоровья, всем благословения от Господа Слава Богу за еврейский народ, за его спасение Дай Бог, чтобы они приняли Иисуса Христа Таки да, конечно И Иешуа, Машиах, он и есть свет для всех язычников И он есть слава народа своего Израиля Это аксиома, друзья Роза пишет, да, шалом, друзья, шалом, мир Божий Не журіться, хлопці, любые хасиди Скоро прийде наш Машиах, будемо родити Не журіться, хлопці, любые хасиди Скоро прийде наш Машиах, будемо родити Ай-яй-яй-яй-яй Спасибо, Господь, за это чудо И вот я сегодня Пасху вспомнил Которую будет через месяц, получается, в следующее полнолуние Сейчас полнолуние месяца Адар А в полнолуние месяца Ниссан Следующего месяца за этим совершилось чудо нашего выхода из рабства Чудо исхода свершилось Это произошло 3333 года тому назад Это Пасха, предстоящая через месяц Она очень красиво звучит Песах 3.3.3.3 Пасха 3333 летия Аллилуйя Это очень красиво Да, а это по библейскому летоисчислению От нашего исхода Сейчас последние дни уже завершающегося 3332 года Вот 14 марта в этом году получается Уже новомесячье И, значит, новолетие Да, это будет начало новой луны 3333 уже года Да, так что с новым годом наступающим 3333 годом С 3333 Да Да, классно Дамы и господа, братья и сестры И вот Сравнивая Пасху и Пурим Что мы видим Дамы и господа Хоу Сегодня в честь Пурима решил в шляпе быть Да Сергей, да Зина Сергей Приветствую Все, кто подключается И на Фейсбуке А трансляция идет прямо на Ютубе сейчас Переходите туда, хорошо? Дамы и господа Аллилуйя Не журится, хлопцы Любые хаси Да Скоро придет Наш мошия Скоро вернется Иисус Аллилуйя Скоро, скоро уже Ми побачимо Христа Аллилуйя Аллилуйя Ми побачимо Христа Скоро, очень скоро Ми увидим господа Скоро, очень скоро мы увидим Господа. Аллилуйя, аллилуйя, мы увидим Господа. Аллилуйя, аллилуйя, мы увидим Господа. Слез не будет там, мы увидим Господа. Аллилуйя, аллилуйя, мы увидим Господа. Скоро, скоро уже мы увидим Господа. Скоро, скоро уже мы увидим Христа. Скоро, скоро уже мы увидим Господа. аллилуйя аллилуйя мы побачим о христа аллилуйя аллилуйя мы побачим о христа аллилуйя Аллилуйя. Смерть побеждена. Мы увидим Господа Иисуса. Смерть побеждена. Мы увидим Иисуса Христа. Смерть побеждена. Да, и когда Пасху, мы вспоминаем Великий Исход. Ну, конечно, не только на Пасху, но и вообще часто в другие дни. И каждую субботу мы вспоминаем наш Исход из рабства египетского. Так что у нас каждую неделю, да, Пасха тоже совершается. И интересно, что на Пасху, на самом деле, друзья, обратите ваше внимание, на Пасху львиная доля всего произошедшего, это действительно дела Бога. Очень ничтожно участие человечества в сравнении с львиной долей самого Господа. И вот я так в процентном отношении так вот позволил себе так представить на Пасху 1% человеческого участия. Ну, понятно, там, я говорю, Моисей, Аарон, они же что-то делали. Да, значит, ну, посох, по крайней мере, простереть, это тоже действие определенное. Или бросить там перед фараоном тоже действие, да, сказать, в конце концов, значит, да, значит, там, Аарон, Моисей, да, молодцы, постарались, братья сделали что-то, да. Вот, значит, но это настолько ничтожно в сравнении с тем, что сделал Бог, там, море раступилось, значит, да, змею превратилось, значит, или там в оригинальном тексте Библии в такого рептилию превратилось. То есть буквально как бы змея-крокодил, крокодил и змей, короче, аллигатор какой-то, какой-то монстр какой-то появился. Вот, ну, в русском переводе обычно просто, и вообще в других многих переводах обычно просто говорится в змеи превратилось, да. Но там в оригинальном тексте еврита, еврейский текст очень интересно исследовать, потому что оригинальная Библия говорит нам очень оригинально об этих вещах. И там говорится о некой монстре, змее-крокодиле или крокодиле-змее, можно так себе представить какого-то. То есть это не просто, а какое-то сверхъестественное существо родилось, появилось из этого посоха, которое было похоже и на змею, и на крокодила. Это что-то такое сверхъестественное, дракон, короче, какой-то родился. Вот, и вот эти вот волхвы тоже они побросали, тоже они что-то сделали своими пассами там всякими, там, значит, да, в конце концов они тоже это проходили, тоже им это задавали, как говорится, да. Значит, но наш крокодил сожрал их крокодилов, так что наш змей пожрал их змеев, наш дракон сожрал их драконов. И этим колдунам стало ясно, что здесь, да, победа будет за Богом Израиля. Вот так вот, дамы и господа. Ну ладно, и человеческое участие было ничтожно, а больше, вся, ну, все-все-все, да, люди могли взывать к Всевышнему, но Бог давал ответственность. Светы. Интересно, а на Пурим, вот на сегодняшний праздник, интересно, почти все это чудо делали люди. И процентов 99 это человеческое участие. То есть мы рождены, чтобы чудеса творить на этой земле. Но самое удивительное, все это заключается в том, что за кадром всегда Всевышний. Он как бы сокрытый, он как бы невидимый, он как бы есть и как бы его нет, его как бы и нет, он как бы и есть. Он великий режиссер, он великий сценарист, постановщик, он автор всего этого произведения. А мы как нотки, мы как вот звуки, музыкальные инструменты эти, на которых все это играется. Как эти артисты на сцене, они делают то, что прописано уже. Интересно. Таня, веселого Пурима и с добрым утром, друзья, пишет. Да, Валентина, приветствую, драгоценные, доброго дня всем с Господом. Елена, да, шалом, с праздником, да, с праздником всех-всех-всех, с праздником Хак-Пурим-Самэх. С праздником Москва, с праздником... Привет из Тулы всем святым детям Божьим и верным чадам Божьим. Всем доверяющим Библии, как Божьему Слову. Аллилуйя. Да, так радостно, так интересно наблюдать все эти годы. С каждым годом все больше и больше христиан возвращается к своим корням. К Слову Божьему, к фундаменту, основанию. И не просто на словах, а в практике, в практической жизни. Это так удивительно. И вот одно из знамений этого как раз празднование Пурима. Потому что, да, вчера мы читали, и сегодня еще прочтем, что действительно для всех иудеев и для всех присоединяющихся к иудеям, да, этот праздник на все века, на все времена. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь драгоценный, спасибо за все. Благодарю тебя за праздник Пурим, благодарю тебя за победу великую. Да, дамы и господа. Это день победы. Порохом пропах. Ну, не порохом, а чем там пропах. Ну, короче, чем-то пропахло все это, да. Кровью, да, кстати, да. О, это праздник со слезами на глазах, это точно, да. Да, но мы победили, и страхов натерпелись-то, и всего, но, слава Богу, победили. Так, а здесь, сейчас я прочту, в новом русском переводе прочту. Я вечером читал в синодальном переводе книгу Исфирь, а сейчас постараюсь попробую прочесть в этом новом русском переводе. Вот ссылочка, можете тоже читать. Сейчас следом за мной. Книгу Исфирь. Нину приветствую. Всех братьев и сестер приветствую. Дамы и господа, братья и сестры. Да. Спасибо, Господь, за все. Есть еще здесь перевод Исфири. Ну, синодальный, понятно, перевод под редакцией Кулаковых. Кстати, вот такой перевод я еще даже и не открывал. Ну-ка. Было это во времена Ксеркса. Тоже интересно звучит. Кстати, ценный перевод другой есть вот этот вот. Наверное, в другом переводе, вот в этом. Слушайте, даже с самого начала благозвучие такое. Вот я еще ссылочку дам. Тоже на этом же сайте. Хорошо, что сейчас выкладывается много разных переводов. Маргарита, приветствую тоже нас, да, всех-всех-всех. Всех и Исфири, и Мардыхаев. Хакпурим, 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 хакпурим. Да, друзья. Ну что, приступаем к чтению книги Исфирь. Книга Исфирь. Вот что произошло во времена царствования царя Артаксеркса. Артаксеркс царствовал над 127 областями от Индии до Эфиопии. Царь Артаксеркс правил на троне в столичном городе Сузах. В третий год своего царствования Артаксеркс устроил пир для своих приближенных и вождей. Там были все военачальники и знатные персидские и медийские вожди. Пир продолжался 180 дней. И в течение всего этого времени царь Артаксеркс показывал огромное богатство своего царства и великолепную красоту и богатство своего дворца. Когда прошли эти 180 дней, царь Артаксеркс устроил во внутреннем саду царских палат еще один пир, который продолжался семь дней. На пир были приглашены все, кто находился в столичном городе Сузах. От самого знатного до самого незначительного человека. Этот внутренний сад был отделан белыми и синими льняными драпировками, которые прикреплялись шнурами из белого льна и пурпурной ткани, висящих на серебряных кольцах и мраморных столбах. Там были ложа, сделанные из золота и серебра. Эти ложи были установлены на полу, выложенном мозаикой из порфира, мрамора, перламутра и других дорогих камней. Напитки подавались в золотых сосудах, и один сосуд был не похож на другой. И было там очень много царского вина, ибо царь был очень щедр. Он приказал своим слугам давать каждому гостю столько вина, сколько тот пожелает. И слуги, разносившие вино, повиновались царю. Царица Астинь тоже устроила пир для женщин в царских палатах. На седьмой день пира царь был в веселом, приподнятом настроении от выпитого вина. Он отдал приказ семи евнухам, которые служили ему. Эти евнухи были Мегуман, Деэфа, Харбона, Бикфа, Афагфа, Зефа и Каркас. Он приказал этим семи евнухам привезти к нему царицу Астинь в золотой, в царской короне. Она должна была прийти для того, чтобы показать свою красоту вождям и знатным людям, ибо царица была очень красива. Но когда слуги передали царице Астинь царский приказ, она отказалась прийти. Тогда царь очень разгневался. У царя был обычай спрашивать у мудрецов совета о законе и наказаниях. И царь Артаксерс поговорил с мудрецами, которые понимали закон. И были его приближенными. Их звали Каршена, Шефар, Адмафа, Фарсис, Мерея, Марсена и Мемухан. Семь самых знатных князей, персидских и медийских. У них были особые привилегии в виде царя. Они были самыми важными в царстве. Царь спросил этих людей, как по закону нужно поступить с царицей Астинь. Она не подчинилась приказанию царя Артаксерса, переданному ей через Евнухов. Тогда Мемухан ответил царю в присутствии других приближенных. Царица Астинь поступила плохо. Она виновна пред царем, вождями и всем народом из всех областей царя Артаксерса. Я говорю это потому, что все остальные женщины, услышав о том, что сделала царица Астинь, и перестанут повиноваться своим мужьям. Они скажут своим мужьям. Царь Артаксерс приказал привезти царицу Астинь, а она отказалась прийти. Сегодня жены персидских и медийских вождей услышали о том, что сделала царица. И эти женщины, зная, как поступила царица, будут тоже говорить и знатным вождям царя. И непочтительность, и злоба будет повсюду. Если царю угодно, вот мой совет. Пусть царь издаст царский указ, и пусть он будет записан в персидских и медийских законах, которые не могут быть изменены. О том, что Астинь больше никогда не будет входить к царю Артаксерсу. А ее царский сан пусть царь передаст другой, которая лучше ее. Когда царский указ будет объявлен во всех уголках его огромного царства, все женщины станут оказывать почтение своим мужьям, от самого знатного до самого незначительного. Царь и все, и его знатные приближенные были очень довольны этим советом. И царь Артаксерс сделал так, как повелел Мемухан. Он разослал письма во все части своего царства. В каждую область он послал письма, написанные на языке этой области. Каждому народу он послал письма на его родном языке. Эти письма объявляли каждому на его родном языке, что всякий мужчина должен быть господином в своей семье. Это конец первой главы. Вторая глава книги Исфирия. Позже, когда царь Артаксерс перестал сердиться, он вспомнил о Бастинь и о том, что она сделала. Вспомнил он и свои указания о ней. Тогда приближенные слуги царя предложили, надо бы поискать красивых молодых девиц для царя. Пусть царь выберет вождей в каждой области своего царства. И пусть эти вожди приведут в столичный город Сузы самых красивых молодых девиц. Этих девушек поселят с женами царя под надзор Гегая, царского евнуха, который отвечает за них. И пусть им всем выдадут притирания. И пусть девушка, которая понравится царю, станет новой царицей вместо Астинь. Царю понравилось это предложение. И он так и сделал. В столичном городе Сузах был один еврей из колена Вениаминова по имени Мардахей. Мардахей был сыном Иаира. Иаира же был сыном Семея, сына Киса. Мардахей был взят на Вохо-Доносором, царем Вавилонским, в плен из Иерусалима. Он был с людьми, которые были взяты в плен вместе с Иихонией, царем иудейским. У Мардахея была племянница по имени Гадасса. У нее не было ни матери, ни отца, и Мардахей воспитывал ее. Он удочерил ее после смерти родителей. Гадассу также называли Эсфирь. У нее было очень красивое лицо и стройный стан. Когда царский указ был объявлен, много девушек было привезено в столичный город Сузы. Этих девушек отдали под надзор Гегая. Эсфирь была одной из них. Ее тоже взяли в царские палаты под надзор Гегая, который отвечал за царских жен. Гегаю понравилась Эсфирь. Она понравилась ему больше всех других девушек. И он дал Эсфири притирание и специальную еду. Гегай выбрал семь служанок из царских палат и дал их Эсфири. Затем он переселил Эсфирь и ее служанок в лучшую часть женского дома. Эсфирь никому не говорила, что она еврейка. Она никому не говорила о прошлом своей семьи, потому что Мардахей не велел ей говорить об этом. Каждый день Мардахей ходил взад и вперед недалеко от того места, где жили женщины. Он хотел узнать, как поживает Эсфирь и что с ней происходит. Прежде чем наступило время каждой девушки предстать пред царем Артаксерпсом, она должна была двенадцать месяцев умощать себя притираниями, шесть месяцев мировым маслом и шесть месяцев духами и различными другими притираниями. И после этого девушка входила к царю. Ей давали взять в дом царя все, что она хотела из дома, где жили женщины. Вечером девушка входила в царские палаты, а утром она возвращалась туда, где жили жены царя под надзор Шаасгаза, царского евнуха, который отвечал за царских наложниц. Девушка больше не возвращалась к царю, если только он не пожелал ее и не призывал ее к себе по имени. Тогда Эсфире пришло время идти к царю, когда Эсфире пришло время идти к царю, она ничего не просила, она только хотела, чтобы Гегай, царский евнух, который отвечал за женщин, посоветовал ей, что она должна взять. Эсфирь нравилась всем, кто видел ее. Эсфирь была взята в палаты царя Артаксеркса в 10-м месяце, месяце Сибефе, в 7-м году его царствования. Царь полюбил Эсфирь больше всех других девушек, и она завоевала его расположение и одобрение больше, чем любая из девушек. Царь Артаксеркс возложил корону на голову Эсфири и сделал ее новой царицей вместо остинь. Царь устроил ради Эсфири большой пир для всех знатных людей и вождей. Он объявил праздник во всех областях и разослал дары, потому что был щедрым царем. В то время, когда девушек собирали во второй раз, Мардахей сидел возле царских ворот. Эсфирь все еще хранила в тайне то, что она еврейка и никому не рассказывала о прошлом своей семьи, как повелел ей Мардахей, она все еще подчинялась Мардахею, как и тогда, когда он заботился о ней. В то время, когда Мардахей сидел возле царских ворот, два царских стражника, Гавафа и Фара, которые охраняли вход, рассердившись на царя, стали замышлять, как бы убить Артаксеркса. Но Мардахей узнал об их планах и рассказал царице Эсфири, а Эсфирь передала о них царю. Она же сказала царю, что это Мардахей узнал о заговоре. Донесение Мардахея было проверено и выяснилось, что оно было верным. Два стражника, которые замышляли убить царя, были повешены на столбе, и все происшедшее было в присутствии царя записано в книгу царских дел. Конец второй главы. Третья глава книги Эсфири. После того, как это произошло, царь Артаксеркс оказал почет Аману. сына Амадафу, Вугиянину, царь возвысил Амана, и тот занял место более почетно, чем другие вожди. Все царские вожди, которые были у ворот царских, кланялись и падали ниц перед Аманом, ибо тот так приказал царь. Мардахей же отказывался кланяться и отдавать честь Аману. Царские вожди у ворот спрашивали Мардахея, почему ты не подчиняешься царскому указу кланяться Аману. День за днем царские вожди говорили так Мардахею, но он отказывался подчиниться приказу кланяться Аману. тогда вожди рассказали об этом Аману. Они хотели посмотреть, что Аман сделает Мардахею. Мардахей еще раньше сказал этим вождям, что он еврей. Когда Аман увидел, что Мардахей отказывается кланяться и не падает ниц пред ним, он очень разгневался. Аман узнал, что Мардахей еврей, но ему было мало убить одного Мардахея. Аман хотел найти путь уничтожить весь народ Мардахея, всех евреев, которые были в царстве Артаксеркса. На 12-м году царствования царя Артаксеркса в 5-м месяце Месяце Несани Аман бросил жребий, чтобы выбрать специальный день и месяц. И был выбран 12-й месяц, месяц Адар. Тогда Аман пришел к царю Артаксерксу и сказал Царь Артаксеркс Здесь есть один народ рассеянный между народами по всем областям твоего царства. Эти люди живут отделившись от других народов. Их обычаи отличаются от обычаев всех других народов и они не подчиняются царским законам. Царю не следует позволять им продолжать жить в твоем царстве. Если царю угодно, то у меня есть предложение. Прикажи уничтожить этих людей, а я дам тебе дам десять тысяч талантов серебра в царскую казну, чтобы заплатить людям, которые это сделают. Тогда царь снял со своего пальца перстень и отдал его Аману. Аман был сыном Амадафа Вугиянина. Он был врагом евреев. Царь сказал Аману, вот тебе деньги и делай с этими людьми все, что хочешь. На тринадцатый день первого месяца были созваны царские песцы. Они записали все приказы Аммана на языке каждой области и каждого народа. Они написали царским сатрапам, начальникам всех областей и вождям каждого народа. Они написали от имени самого царя Артаксерца. И скрепили приказ царским перстнем. Гонцы разнесли письма по всем областям царства. В письмах был приказ царя погубить, убить и полностью уничтожить всех евреев, молодых и старых, женщин и детей. Было приказано убить всех евреев в один день, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара. Приказано было также забрать все имущество принадлежащее евреям. Копия письма с этим приказом должна была стать законом в каждой области. И закон этот должен был быть объявлен всем народом, живущим в царстве, чтобы эти народы были готовы к назначенному дню. По приказу царя гонцы поспешно отправились в путь. Приказ был отдан и в столичном городе Сузах. Царь и Аман сидели и пили в городе Сузах, а город Суза был в смятении. Это конец третьей главы. Четвертая глава книга одежды Он одел одежды печали и посыпал голову пеплом. Громко плача он вышел в город. Но Мордахей дошел только до царских ворот, так как в эти ворота не пускали никого, кто был одет в одежды печали. Во всех областях куда дошел царский указ среди евреев было много плача и горя. Они постились и громко плакали. И многие евреи посыпали головы пеплом, лежали на земле, одетые в одежды печали. Служанки и евнухи Есфири пришли к ней и рассказали о Мордахее. Это очень расстроило и встревожило царицу Есфирь. Она послала одежда Мордахею, чтобы он одел их вместо одежды печали, но он не принял их. Тогда Есфирь позвала Гаваха. Гавах был одним из царских евнухов, который был избранслужить ей. Есфирь приказала ему узнать, что беспокоит Мордахея и почему. И Гавах пошел к Мордахею на городскую площадь перед царскими воротами. Мордахей рассказал Гаваху все, что с ним произошло. И назвал Гаваху точную сумму денег, которые Аман обещал положить царскую сокровищницу за убийство евреев. Мордахей также дал Гаваху копию царского указа об истреблении евреев. Этот указ был разослан по всем городам, по всему городу Сузы. Мордахей хотел, чтобы Гавах показал его эсфири и рассказал ей обо эсфирь пойти к царю и умолять его пощадить ее народ. Гавах вернулся и передал эсфири все, что сказал Мордахей. Тогда эсфирь велела Гаваху сказать Мордахею следующее. Мордахей, все вожди царя и все народы в царских областях знают, что у царя один закон для любого, будь то мужчина или женщина. Кто войдет к нему, не будучи позван, он будет предан смерти. Этот закон не будет исполнен только в том случае, если царь протянет к этому человеку свой золотой скипетр. Только тогда жизнь этого человека будет спасена. А мне, а меня не звали к царю вот уже тридцать дней. Мардахею передали слова Эсфири. Когда Мардахей услышал это, он отправил ей свой ответ. Эсфирь, не думай, что ты одна из евреев спасешься в царском доме. Если ты сейчас промолчишь, помощь и спасение для евреев придет, придут с другой стороны. но ты и семья твоего отца погибнете. И кто знает, может быть, ты была избрана, чтобы быть царицей в такое время, как сейчас. Тогда Эсфирь послала Мардахею следующий ответ. Мардахей, иди и собери вместе всех евреев, которые находятся в сузах. И поститесь за меня. Не ешьте и не пейте три дня и три ночи. Я буду поститься, как и вы, и мои служанки тоже будут поститься. После поста я пойду к царю. Я знаю, что идти к царю противозаконно, если он не звал меня, но я все равно пойду. И если мне суждено умереть, то умру. Мардахей пошел и сделал все, что сказала ему Эсфирь. Это конец четвертой главы. Пятая глава книги Эсфири. на третий день Эсфирь одела свои царские одежды и стала во внутреннем дворе царского дома. Это место находилось напротив царского зала. Царь сидел на своем царском троне в зале лицом к входу. Когда царь увидел царицу Эсфирь во дворе, она угодила ему, и царь протянул к ней золотой скипетр, который держал в руке. Эсфирь вошла в комнату, подошла к царю и коснулась конца золотого царского скипетра. Тогда царь спросил, что тебя тревожит царица Эсфирь, о чем ты хочешь спросить меня? Я дам тебе все, о чем ты попросишь, даже половину моего царства. Эсфирь сказала, если это угодно царю, я приготовила пир для тебя и Амана. Прошу тебя, приходите сегодня на пир. Тогда царь сказал, приведите все скорее Амана, пусть сделает как просит Эсфирь. И царь с Аманом пришли на пир, который приготовила для них Эсфирь. В то время, когда они пили вино, царь снова спросил Эсфирь, Эсфирь, о чем ты хотел просить меня? Я дам тебе все, что ты захочешь, даже до половины моего царства. Тогда Эсфирь ответила, вот о чем я хотела просить тебя. Если я нашла благоволение царя, и если царю угодно исполнить мою просьбу, то пусть царь с Аманом придет ко мне завтра. Я приготовлю еще один пир для царя и Амана. Тогда я скажу мою просьбу. Аман ушел из царского дома в тот день счастливый, в хорошем настроении. Но когда он увидел Мардахея у царских ворот, то очень на него рассердился. Аман был очень зол на него, потому что Мардахей не проявлял никакого почтения. Когда Аман проходил мимо, Мардахей не боялся Амана. И это его злило. Но Аман сдержал свой гнев и пошел домой. Затем он собрал вместе всех друзей и позвал жену Зереш. Аман начал хвастаться тем, какой он богатый, как много у него сыновей. Он рассказывал им о том, как царь оказывает ему почести и как возвысил его над другими вождями. Аман сказал, я единственный, кого царица и свить пригласилась с царем на пир. Царица и на завтра пригласила меня пойти с царем. Но все это не радует меня. Я не могу быть по настоящему счастлив, потому что вижу еврея Мардахея сидящему царских ворот. Тогда Зереш жена Амана и все его друзья предложили вели сделать столб, чтобы повесить на нем Мардахея. Пусть сделают его высотой в пятьдесят локтей. Утром скажи царю, чтобы повесили на нем Мардахея. И тогда иди с царем на пир и будь счастлив. Аману понравилось это предложение и он приказал поставить висельный столб. Это конец пятой главы. Шестая глава. Да, дела. Книга Эсфирь, шестая глава. В ту ночь царь не мог уснуть и велел своим слугам принести книгу летописей и читать ему. В этой книге записано все, что происходило во время правления царя. Слуга читал книгу царю. Он прочитал о злом плане убить царя Артаксеркса, когда Мардахей узнал про Гавафу и Фару. Эти два человека были царскими слугами, охранявшими вход. Они задумали убить царя, но Мардахей узнал о заговоре и донес на них. Тогда царь спросил, какие почести и что хорошего было дано Мардахею за это? Слуги ответили царю, ничего, ничего не было дано Мардахею. В это время Аман вошел во внешний двор царских палат. Он пришел просить царя повесить Мардахея на столбе, который он приготовил для него. Услышав его, царь спросил, кто вошел во двор. Царские слуги сказали, Аман стоит во дворе. И царь сказал, приведите его. Когда Аман вошел, царь спросил его, что сделать для человека, которому царь хочет оказать почести. Аман подумал, кому еще здесь царь захочет оказывать почести больше, чем мне. Я уверен, что царь говорит обо мне. Аман отвечал царю, если ты хочешь оказать почесть человеку, сделай вот что. Пусть слуги принесут царскую одежду, которую носит царь, и пусть приведут коня, на котором ездит сам царь. Пусть слуги поставят специальный царский знак на голову этого коня. Поставь одного из самых знатных вождей ответственным над этой одеждой и конем. И пусть этот вождь наденет эту одежду на человека, которому царь хочет оказать почести. А затем пусть он проведет его на коне по городским улицам и пусть провозгласит. Так воздается тому человеку, которому царь хочет оказать почести. И царь приказал Аману тотчас же возьми одежду и коня, как ты предложил, и сделай это еврею Мардахею. Мардахей сидит у царских ворот. Сделай все, что ты говорил. Аман взял одежду и коня, облачил в нее Мардахея и провел его на коне по городским улицам. Аман провозглашал пред Мардахеем. Так воздается тому человеку, которому царь хочет оказать почести. После этого Мардахей вернулся к царским воротам. Аман поспешил домой. Он покрыл себе голову, потому что был печален и престижен. Аман рассказал своей жене Зереши и всем своим друзьям о том, что с ним произошло. Жена Амана и люди, которые дали ему совет, сказали, если Мардахей еврей, то ты не сможешь победить его. Ты уже начал падать и должно быть погибнешь. Вау. В то время, когда эти люди еще разговаривали с Аманом, к нему в дом пришли царские евнухи и начали и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила эсфирь. Аллилуйя. Конец шестой главы. Седьмая глава книга эсфири. И пошли царь с Аманом на пир к царице эсфири. На второй день пира, когда они пили вино, царь снова спросил эсфирь. Царица эсфирь, о чем ты хочешь просить меня? Проси все, что хочешь, и это будет дано тебе. Чего ты хочешь? Я дам тебе все, даже половину моего царства. тогда царица эсфирь ответила, царь, если я нашла твое благоволение, и если тебе угодно, даруй мне жизнь, я прошу тебя позволить моему народу тоже жить. Вот о чем я прошу. Ибо я и мой народ проданы на истребление, уничтожение и погибель. Если бы мы были проданы в рабство, я бы молчала и не беспокоила из-за этого царя. Тогда царь Артаксеркс спросил царицу эсфирь, кто сделал это? Где тот человек, который осмелился сделать такое твоему народу? эсфирь сказала наш противник и наш враг злобный Аман. Аман задрожал от страха пред царем и царицей. Царь был очень сердит. Он встал, оставил свое вино и вышел в сад. А Аман остался, чтобы умолять царицу спасти ему жизнь. Аман умолял о своей жизни, потому что знал, что царь уже решил убить его. Когда царь вернулся из сада в комнату пира, он увидел Амана, упавшего на диван, где возлежала эсфирь. В страшном гневе царь воскликнул, ты нападаешь на царицу, даже когда я в доме? Как только царь сказал это, вошли слуги и убили Амана. Харбона, один из евнухов, который служил царю, сказал, возле дома Амана поставили висельный столб высотой в пятьдесят локтей. Аман поставил его, чтобы повесить на нем Мардахея, человека, который помог тебе, когда сообщил о коварном замысле убить тебя. И сказал царь, повесьте Амана на этом столбе. И Амана повесили на висельном столбе, который он поставил для Мардахея. После этого гнев царя утих. Это седьмая глава была. Восьмая глава книги Исфирь. В тот же день царь Артакстеркс отдал царице Исфире все вещи, которые принадлежали Аману, врагу евреев. Исфирь сказала царю, что Мардахей, ее двоюродный брат и Мардахей пришел повидать царя. Царь снял с пальца перстень, который отнял у Амана и отдал его Мардахею. Тогда Исфирь поставила Мардахея главным над всем, что принадлежало Аману. Затем Исфирь снова обратилась к царю. Она упала к ногам царя и плакала, умоляя царя отменить страшный замысел Амана вугиянина против евреев. Царь протянул золотой скипетр к Исфири. Исфирь поднялась и, встав при царем, сказала «Царь, если я нашла твое благоволение и если тебе будет угодно и ты посчитаешь это дело справедливым, сделай для меня вот что. Если царь доволен мной, напиши указ, который бы отменил тот, который разослал Аман. Аман вугиянин замышлял уничтожить евреев во всех царских областях и разослал указы об этом. Я умоляю об этом царя, потому что я не могу, не смогу вынести бедствие, которое постигет мой народ. Я не смогу вынести смерти моей семьи. И сказал царь Артаксер, царица Исфири и еврею Мардахею за то, что Аман был против евреев, я отдал его имущество Исфири. Мои воины повесили его на висеном столбе. Теперь напишите другой указ от имени царя. Напишите его, чтобы помочь евреям по вашему усмотрению. Затем скрепите этот указ царским перстнем. Ни одно письмо, написанное от имени царя и скрепленное царским перстнем, не может быть отменено. Поспешно созвали царских песцов. Это было сделано в 23-й день третьего месяца месяца Сивана. Эти песцы записали все так, как приказал Мардахей к евреям и сатрапам вождям и начальникам областей и к правителям 127 областей от Индии до Эфиопии. Эти указы были написаны на языке вождей каждой области и переведены на язык каждого народа и были написаны к евреям на их языке и их алфавите. Мардахей написал от имени царя Артаксерса и скрепил эти письма царским перстнем и разослал их с гонцами на быстроногих конях выращенных специально для царя. Царские указы в этих письмах гласили евреи в любом городе имеют право собираться чтобы защитить себя. Они имеют право разбить, убить и истребить любое войско любого народа который напал на них на их жен и детей. Евреи имеют право забрать и уничтожить имущество врагов. Аллилуйя. Тринадцатый день двенадцатого месяца месяца Адара был выбран таким днем для евреев. Евреям было позволено дать делать это во всех областях земли царя Артаксерса. Копия письма с царским приказом была разослана и он стал законом в каждой области. Его объявили всем народом живущим в царстве чтобы евреи были готовы к этому особому дню. Евреям было позволено отомстить своим врагам. Гонцы поспешно выехали на царских конях и сам царь приказал им торопиться. Указ был объявлен и в столичном городе Сузах. Мардахей ушел от царя облаченные в особые царские одежды белого и голубого цвета. На нем была большая золотая корона и пурпурные мантии из лучшего льна. В Сузах был большой праздник и весь народ там радовался. Это был особенно радостный день для евреев. День великого веселья и счастья. Радость и веселье царили среди евреев в каждой области и в каждом городе куда бы ни доходил царский указ. Евреи устараивали пиры и празднества и многие люди из других народов из-за страха пред ними становились евреями. Девятая глава книги Эсфири. На тринадцатый день двенадцатого месяца Адара народ должен был подчиниться царскому приказу. Это был день, когда враги евреев надеялись разделаться с ними. Но теперь все изменилось. Теперь евреи были сильнее своих врагов, которые их ненавидели. Евреи собрались вместе в своих городах во всех областях земли царя Артаксеркса чтобы взять верх и напасть на тех кто хотел их уничтожить и никто не мог противостоять им. Эти люди боялись евреев и все правители областей сатрапы вожди начальники царские управители управляющие помогали евреям. Все эти вожди помогали евреям потому что боялись Мардахея ибо Мардахея стал очень влиятельным человеком в царском дворце. очень влиятельным в провинциях каждый знал его имя и каким важным человеком он был а Мардахей становился все более и более могущественным евреи разбили всех своих врагов они убивали и уничтожали их мечами и делали все что хотели что хотели с теми кто их ненавидел в Сузах в столичном городе евреи убили и уничтожили 500 человек евреи убили также Парша Паршан Дафу Далфона Асфафу Парафу Адалью Аридафу Пармаш Арисая Аридая Виезафу Тьфу Ты Это были 10 сыновей Амана Тьфу Тьфу Вообще Тьфу Сына Амадафа Аман был врагом евреев Евреи убили всех этих людей но не взяли ничего из принадлежащего им В этот день царь узнал сколько людей было убито в столичном городе Сузах царь сказал царице Эсфире евреи убили в Сузах 500 человек и в том числе десятерых сыновей Ада Амана что ты хочешь чтобы было сделано в других владениях царя скажи и все будет исполнено проси и я это сделаю Эсфирь ответила если царю угодно позволь евреям в Сузах сделать то же и завтра и повесь на столбах тела десяти сыновей Амана и царь отдал приказ этот закон был в Сузах еще один день и они повесили десятерых сыновей Амана евреи в Сузах собрались вместе на четырнадцатый день месяца Адара они убили в Сузах 300 человек но не взяли ничего из того что принадлежало этим людям в то время евреи которые жили в других областях тоже объединились для защиты и избивались избавились от своих врагов евреи убили 75 тысяч своих недругов но они ничего не взяли из имущества которое принадлежало этим людям это произошло на тринадцатый день месяца Адара а на четырнадцатый день евреи отдыхали они сделали этот день счастливым праздником евреи в Сузах собрались вместе на тринадцатый и четырнадцатый день месяца Адара а на пятнадцатый день они отдыхали они сделали пятнадцатый день радостным праздником поэтому евреи которые жили в сельской местности и в маленьких селениях, праздновали Пурим в 14-й день Адара и проводили этот праздник вместе в веселье и в пиршествах и посылали друг другу подарки. Мордехей записал все, что произошло, и разослал письма всем евреям во всех областях, во все области земли царя Артаксеркса. Он послал письма к дальним, в дальние и близкие области, чтобы евреи могли праздновать Пурим каждый год на 14-й и 15-й день месяца Адара. 14-й и 15-й. Евреи должны были праздновать эти дни, потому что в эти дни они избавились от своих врагов. Они также должны были праздновать этот месяц, ибо в этот месяц их печаль обратилась в радость, а их плач в день праздника. Мордехей написал письма ко всем евреям, он велел им отмечать эти дни как счастливый праздник. Они должны были устраивать пиры, давать подарки друг другу и подаяния бедным. И евреи согласились делать то, о чем писала Мордехей, и согласились справлять праздник, который уже сами начали справлять. Аман сын Мадаафа был врагом евреев, он задумал погубить евреев и уничтожить их. Аман бросил жребий, чтобы выбрать день погрома и уничтожения евреев. В то время жребий также назывался Пур, поэтому праздник называется Пурим. Аман задумал это, но Исфирь пошла говорить с царем, и он разослал новые указы. Эти указы не только разрушили планы Амана, но и принесли Аману те беды, которые случились с ним и его семьей. Аман и его сыновья были повешены на столбах. В это время жребий назывался Пур, поэтому этот праздник и назвали Пурим. Мордехей написал письмо и велел евреям отмечать этот праздник. И евреи завели обычай праздновать эти два дня каждый год в память о том, что они видели и что произошло с ними. Евреи и все люди, все люди, которые присоединялись к ним, праздновали эти два дня каждый год в определенное время и как предписывалось. Каждое поколение, в каждой семье помнило эти два дня. Они отмечали этот праздник в каждой области и в каждом городе. И евреи никогда не перестанут праздновать дни Пурима. Потомки этих евреев будут праздновать, всегда помнить этот праздник. Царица Эсфирь, дочь Абихаила и еврей Мардехей написали письмо о Пуриме. Они написали властью, данной им царем, чтобы подтвердить правоту второго письма. И Мардехей послал письма всем евреям в 127 областей царства царя Артаксеркса. Мардехей сказал людям, что праздник должен приносить людям мир и доверие друг другу. Мардехей написал эти письма, чтобы люди начали соблюдать Пурим и сказал им, когда отмечать этот новый праздник. Еврей Мардехей и царица Эсфирь разослали евреям указ, чтобы установить эти два дня праздника для себя и для своих потомков. Они будут помнить этот праздник, как помнят другие праздники, когда евреи постятся и плачут о бедах, которые их постигли. Письмо Эсфири подтвердило правило для Пурима и было записано в книгу. И окончание царицы Эсфирь книги, Магелла Тестер, 10 глава, постскриптум. Царь Артаксеркс заставил народ платить налоги. Все люди в царстве, даже в далеких городах, на морских побережьях, должны были платить налоги. И на великие дела, и все великие дела, которые совершил Артаксеркс, записаны в летописи царей Медийских и Персидских. В этих летописях также записано все, что сделал Мардехей, и почести, которые царь оказал Мардехею. И как он повелел, возвеличил его. Все это было записано в летописях. Еврей Мардехей был вторым важным лицом после царя Артаксеркса. Он был самым важным человеком среди евреев. И его народ, евреи, очень уважали Мардехея, потому что он усердно искал добра для своего народа и принес мир всем евреям. Конец книги Эсфирь. Слава Тебе, Господь Святой! Благодарю Тебя за великую победу нашу. Благодарю Тебя. Прошли тысячелетия. Уже два с половиной тысячелетия прошло. И мы празднуем и евреи, и все присоединяющиеся. А все возрожденные свыше люди, христиане, разные конфессии, динаминации, действительно насаждены среди евреев. Привиты к великому древу, Господь. И потому праздник Пурим, это праздник для всех иудеев, настоящих иудеев. Для всех настоящих христиан. Это праздник, действительно праздник праздников. Торжество торжеств. Спасибо, Господи, за все. Спасибо Тебе. Благодарю Тебя. Благодарю. Аминь. Да, друзья, братья и сестры, праздник Пурим. Праздник Пурим. Сегодня 14 число 12 месяца. Адар. Сегодня, дамы и господа, братья и сестры, друзья, товарищи, полнолуние. 14 число. Именно тот самый день, когда в провинциях, во всех областях, да, евреи смогли уже покончить со всеми врагами своими. И 14 день был для них днем пира. Днем радости, веселья. Днем победы. Это день победы. Аллилуйя. Но в столице не все так было просто. В столице понадобился еще один день. Дополнительный. И поэтому вот сегодняшний день для столицы, для Шушана, да, для СУС, стал продолжением освобождения. Продолжением этой освободительной войны. Продолжением уничтожения врагов наших. А следующий день, завтрашний день, 15 число месяца Адар, стало днем покоя. Стало таким шабатом. Кстати, вот второй день, в этом году, второй день Пурима, он действительно совпадает с шабатом. И сегодня вечером мы будем встречать, с одной стороны, второй день уже праздника Пурим. С другой стороны, действительно, календарный, еженедельный, библейский, божий, господний праздник. Встречать. Шабат. Я в этом переводе еще ни разу не читал. Очень интересный перевод. Мне понравился. Ссылочку я дал уже здесь. Bible by. На этом сайте есть много разных переводов. И есть комментарии. Кстати, комментарии есть и Блаженного Августина, и Далласской семинарии, Лопухина, Мэтью Генри, Макдональда и Новой Женевской Библии. Замечательно. Шесть вариантов комментария. Библия Лопухина – это вообще классика для православных христиан. Я в начале 90-х, когда приобрел Библию Лопухина, трехтомник, по блату тогда, да, значит, знаете ли, ограниченным тиражом. Первый тираж был весьма ограничен, и не все священники даже могли тогда купить эту Библию Лопухина. Вот. Я имел честь в Москве, да, приобрести. Я был простым сельским священником, не столичным священником в провинции, глубоко в провинции, в Рязанской глубинке. И был настоятелем храма в сельской местности. Это был 91-й год, конец 91-го года. Но, по милости Господней, мне удалось попасть как раз в столицу, в Москву, и через знакомых священников там, благочинного одного, удалось купить этот трехтомник. Я помню, приехал к себе в село тогда, в глубинку, в Глухомань, в Рязанщину, да, значит, где был как раз настоятелем этого прихода. И тогда как раз читал эту Библию Лопухина, комментарии эти Лопухина. Мне очень, да, очень понравилось это все. Но тогда меня немного напрягало Лопухина издание, знаете, чем? Как и многих ортодоксальных, традиционных православных священников напрягает. Там приводятся не только православные комментарии, традиционные. Златоустава, допустим, Василия Великого, там, значит, других отцов, да, ну, это как бы понятно. Для православного издания это все норма. Но там приводились и протестантские, и католические толкователи. Вот это немного меня напрягало. Потому что в те дни я считал, что только лишь у нас, в православии, благодать и вся истина. И только лишь мы, православные, являемся церковью и истинною, и все. А больше нигде нет спасения. Я в то время, вначале, вот, став священником, я в это уверовал на самом деле. Если, допустим, до конца 91-го года, до того, как меня руку положили в священники, я допускал, может, где-то мысли, хотя тоже, да, весьма скептически относился к тому, к возможности даже спасения вне православной церкви. То, став священником, я просто убедил себя в этом, действительно уверовал, обманул самого себя. И я, как и тысячи моих коллег, стал веровать, что действительно спасение только лишь у нас в православии. Вот, но, слава Богу, да, в 96-м году он меня, Всевышний Бог, освободил от этой ереси, от этого сектантского мышления, освободил меня от этого мракобесия. И я познакомился тогда же, как раз, да, вот, с протестантами, с католиками, с отцом Йозефом Гунчагой из Словакии, католическим священником, с другими протестантскими пастырями. И что меня тогда, в 96-м году окрылило, это то, что действительно Дух дышит, где хочет. Значит, Бог выше наших религий, Бог выше нашей конфессии, динаминации, и наши земные барьеры, границы до неба не доходят. И вот, кстати, Библия Лопухина, она сыграла свою роль определенную вот в этой моей трансформации, в этой моей личной реформации тогда, в 96-м году. Да, так что, да, Библия Лопухина для меня это очень даже, ну, памятная, лично памятная книга. Спасибо, Господь, за все. Благодарю Тебя за праздник Пурим, за великий праздник, великую победу. Благодарю Тебя, что с каждым годом все больше и больше церквей христианских, разных течений, разных ветвей христианства возвращаются к своим еврейским, библейским корням веры, иудейским корням веры. И, читая книгу Исфирь, читают не о чуждых для себя каких-то событиях, а о своих событиях. Читая Библию, читают о истории Авраама, Исаака и Якова, истории патриархов. Не как о чужих для себя людях, а как о своих, свою родословную читая. Все больше и больше этой трансформации разума происходит, реформации сознания происходит. Спасибо Тебе, Господь Святой. Спасибо. Великая честь жить в это удивительнейшее время. Великое время, великих перемен. Слава Тебе, Святой Господь. И хвала. Аллилуйя. О, дамы и господа, да, возвращаюсь в трансляцию сейчас. Здесь, да, много сообщений тоже. Да, Валентина написала Иешуа о Машиах, Мессия, прежде всего еврейского народа. Мессия, да, спасибо Богу нашему за еврейский народ. Вот весь Израиль спасется, как написано в Священном Писании. Аминь, да. Аминь, это точно, да. Наталья написала, слава Иисусу Христу, шалом возлюбленные, всех с праздником Пурим, аллилуйя, аминь. Аминь, да, Наталья. Леонид написал, Артаксеркс, на иврите Ахаш Верош. Да, совершенно верно, да. Ахаш и Верош, это точно, да. Маргарита, как и царица Вашти. Вашти, да, да, совершенно верно, да, Маргарита. Правильно. Есть, я думаю, что есть переводы и традиционные, ортодоксальные еврейские переводы на русский язык. По крайней мере, ну, должны быть такие переводы. Если даже их нет, то они должны будут сделаны быть. Я просто не нашел. Я искал, не нашел пока переводов таких. Роза пишет, спасибо, Неонила. А, ой, я извиняюсь. Неонила написала, о, благоставляю всех быть в здоровье. То есть прокрутил сразу быстро. В любви Божьей, Неонила пишет, под защитой его крыл. Аминь, да. Благоставляю всех во имя Игошуа, Амаши, Аха, Маргарита пишет, да. Маргарита еще пишет, боритесь и держитесь в жизни вечной, да. Боритесь и победите, да, точно. Подобно воинам, да. Неонила, аллилуйя, аминь. Татьяна смайлики прислала, хорошенькие такие, улыбчивые такие, да. Хорошо, сестры, братья, дорогие друзья. Хак Пурим Самеах. Мы победили. И Пурим действительно величайший праздник. Я, я просто, не знаю, просто хочу Бога поблагодарить за все сегодняшним днем великим, всего великого торжества веры, великого пира веры. Со всеми святыми сегодня, со всеми иудеями, со всеми настоящими иудеями, да, в которых нет лукавства, со всеми христианами, истинно детьми божьими. Потому что у нас, у детей божьих, независимо от нашей конфессии, религии, традиции, динаминации, есть всегда повод радости. Тем более в такие праздничные дни. Марина, приветствую вас тоже на фейсбуке, да. Я включил сейчас и на фейсбуке трансляцию. Да, я думал до поры, если там зависнет, то уже тогда выключу. Но не виснет пока, слава Богу, хорошо. Праздничный такой подарок успел и прочесть книгу из Фири. Шалом всем радостного Пурима, Марина пишет нам с фейсбука. Всем на ютубе привет и шалом, и поздравления от Марины с праздником Пурима. Аллилуйя. И всем тогда от трансляции на ютубе, всем друзьям на фейсбуке, и Марине в частности, да, с праздником Пурим. Хак Пурим Самеах. Радостного, счастливого праздника Пурим. Да, и вот сейчас книгу из Фири, прочитав еще раз, диву даешься. Насколько действительно великий Бог, великий сценарист, режиссер, постановщик. Будем хорошими детьми. Он нам хорошие роли даст в этом своем театре. Слава Богу и спасибо за ваш труд, пастор Сергей, аминь. Надежда пишет, да, а Марина писала, аминь. Хорошо, сестры, братья, да, а Марина флаги прислала Израиля. Молодец, сестра. Слава Богу, братья, сестры, благословений Господних все вам, дети Божьи, благословений. Причастия совершу тоже чуть попозже. И сейчас хочу спеть благословение священников из книги чисел, 6 глава, в конце 6 главы, 24, 25 и 26 стихи. Это слова великого благословения Божьего. Эти слова сынам Израиля. И как тогда, 3330, почти 3 года тому назад, эти слова впервые прозвучали на нашей земле. Тогда среди вышедших из Египта было много евреев, много и неевреев. Всех любящих, боящихся Его Бог благословлял. Так и сегодня всех вышедших, всех выходящих из царства тьмы, в царство возлюбленного Сына Божьего Иисуса Христа, Господа и Спасителя нашего, благословляет Бог. Аминь. Вот Чико передает привет. Чико, Чико Лини, иди сюда тоже. Благословим наших друзей. Иди сюда, Чико, иди сюда, малыш. Да. Малыш, или ты хочешь уйти уже, да? Инночка, Чико хочет вроде как уйти. Чико Лини, иди сюда, Чико. Малыш, Чичо. Возьми Чико, да, он хочет уйти, а то он царапается. Иди, иди, малыш, иди. Я имел в виду, чтобы вот так вот, да, о. Забери, забери его, да. О, все. А Боню не пускай. Не-не-не-не-надо, не надо, не надо. А то... Это котики здесь тоже. Геннадий, шаббат, шалом Ну, надеюсь, вечером еще увидимся Геннадий, подключайтесь вечерком сегодня Вечером сегодня встретим шаббат И продолжим празднование Пурима Приветствую всех, мир вам, Александр, да, Саша, да Приветствую, благоставляю, обнимаю, целую тебя, брат возлюбленный Аллилуйя Как раз под благоставение успел Да, сегодня я читал в новом переводе Да, книгу из Филь Очень понравился мне этот перевод, кстати Вот сейчас я Еще раз ссылочку здесь сделаю Для тебя и для всех, кто пришел Да, вот это на последнюю главу ссылочку Вот в этом переводе Интересный перевод такой, да Книги из Фири Да, друзья И пою благоставение священников сейчас на вас, дети Божьи Пою благоставение священников на Израиль Возрожденный Богом еврейское государство Уже больше 70 лет, 72 года возрождаемое, почти 73 года уже Возрождаемое Богом еврейское государство Конечно, окончательное возрождение еврейского государства произойдет Когда Иисус вернется Когда Машиах вернется Когда действительно воссядет в Иерусалиме на престоле Воссядет как царь И Иерусалим станет тогда Окончательно и бесповоротно Столица Израиля Уже для всех это будет ясно Но он и есть столица Израиля, Иерусалим Но тогда это станет для всех и вся Сейчас многие еще нос воротят Есть такие товарищи среди нас, к сожалению Которые еще нам совсем не товарищи Есть и современные Аманы, к сожалению Которые сегодня, сейчас палки в колеса Израилю вставляют Пытаются Но есть и эсфири Да, сегодня, сейчас Одна из таких эсфирий Или один из таких эсфирий Президент бывший, да Президент США Дональд Трамп Хоу Мы сегодня уже знаем Что это была эсфирь Это был эсфирь Эсфир Эсфир был, да Аллилуйя Дух эсфири И мужчины, и женщины сегодня И судьба церкви Судьба церкви Нового Завета Это судьба эсфири Судьба церкви из народов всех земли Всей земли Из всех народов всей земли Стать действительно эсфирью последнего времени Все евангельские мыслящие, библейские верующие христиане Имеют для царства тьмы прямую угрозу И в частности в том Что судьба наша быть эсфирью последнего времени Аллилуйя Благоставляю Иерусалим Благоставляю, да В этот праздничный день И предпраздничный день Потому что, да Сегодня у нас Пурим Завтра суббота Шаббат И сегодня вечером Мы будем, да Встречать уже второй день праздника Даст Бог Пурим, да И встречать Господний праздник Субботу Благоставляю вас, люди добрые всех Благоставляю Да благословит Тебя Господь И сохранит Тебя Да призрит на Тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь Лицо Своё на Тебя И даст Тебе мир Йеберехеха Адонай Ве Ишмареха Яхер Адонай Панав Элеиха Виху Некха Исах Адонай Панав Элеиха Ве Иасе Леха Шалом Бешем Иешуа Ха Мо Шиях Во имя Иисуса Христа Аминь, аминь, аминь Амен Благословил Тебя Господь И сохранил Тебя Призрел на Тебя Господь Светлым лицом Своим И помиловал Тебя Обратил Господь Лицо Своё на Тебя И даровал Тебе Свой мир Во Христе Иисусе Господе нашим Аминь Аминь, аминь Был амен Был аман Стал амен Стал аминь Аман Капут Амен Амен Аман Капут Амен Теперь да Аминь Спасибо Господь Спасибо Спасибо Благодать Какая Неземная Марина Марина Тоже пишет Аминь Да Друзья Да Ну все Возлюбленные Дети Божьи Шалом Мир Продолжение следует